Придите в комфортную для вас сидячую и лежачую позицию, закройте глаза, сделайте глубокий вдох и выдох. Прошло время расслабиться. Расслабьте плечи, при необходимости стряхните напряжение в плечах и расслабьте их. Ваши плечевые мышцы ослабляются. Релаксация движется вниз к вашим мышцам спины и к вашим ногам. Мышцы в ваших ногах расслабляются. Сейчас они уже полностью расслаблены. Убедитесь, что мышцы ваших ступней расслаблены. А теперь расслабление начинает подниматься с ваших ступней. Волна расслабления движется вверх по вашим ногам. Сейчас она уже проникает в мышцы вашего живота. Мышцы вашего живота расслабляются. Ваши грудные мышцы расслабляются. Ваше дыхание становится все более и более ритмичным. И теперь расслабление проходит через плечевые мышцы в руки. И вы расслабляете мышцы рук и пальцев. А теперь разрешите волне расслабления перейти к вашим предплечиям и плечам. Ваши плечи расслабляются еще больше. И расслабление движется в вашу шею и голову. Расслабьте мышцы вашей шеи и задней части головы. А затем мышцы лица, мышцы вокруг глаз, носа, рта и ушей. Сделайте еще один глубокий вдох и выдох. Представьте себе, что воздух вокруг вашего лица прекрасный пар наполнен энергией расслабления. И чем больше вы вдыхаете этот пар, тем более глубоко вы расслабляетесь. Вдохните этот пар и почувствуйте, как он наполняет ваше тело глубоким приятным расслаблением. Почувствуйте, как вторая волна расслабления начинается с вашей головы. Следите за тем, как она постепенно проходит через ваше тело и заканчивается в пальцах ваших ног. А сейчас эта волна расслабления начинает свой обратный путь через все ваше тело. Наблюдайте, как она постепенно течет к вашей голове и позвольте себе расслабиться еще глубже. Каждый человек идет по жизни с определенным вопросом. Мы будем называть этот вопрос ведущим вопросом. Этот вопрос, который чаще всего находится на подсознательном уровне, формирует ту призму, через которую человек воспринимает реальность. Иными словами, ведущий вопрос определяет то духовное место, в котором человек находится. Чем больше тот вопрос, с которым человек идет по жизни, тем более светлое и просторное то место, в котором он находится. Маленький вопрос приводит человека в узкое и темное место. Иными словами, в состояние галута. Большой вопрос приводит его в просторное и светлое место. Иными словами, в состояние геулы. Величие вопроса представляет собой непрерывную шкалу. В нижней точке этой шкалы находятся самые маленькие ведущие вопросы. Чаще всего эти вопросы сводятся к вопросу о выживании. В самой общей форме вопрос о выживании можно сформулировать так. «Что будет со мной?» Где под словами «со мной» подразумевается наиболее низкий аспект личности, связанный с физическим телом и естественными желаниями. Этот вопрос в конкретных ситуациях может проявляться в самых разнообразных формах, как, например, «Что будет с моим финансовым положением?» «Что будет с моим здоровьем?» «Что будет с моим комфортом?» «Что будет с моей репутацией?» «Что будет с моим социальным положением?» «В самой высокой точке этой шкалы находятся самые большие вопросы». Примерами таких больших ведущих вопросов могут служить такие вопросы, как, например, «В чем заключается желание Бога?» Или «Как я могу быть достойным проявлением Бога?» «Что требуется от меня, чтобы приблизить мир к мессианскому идеалу?» И так далее. А теперь я попрошу вас произвести оценку вашего собственного духовного уровня. Подумайте о том, как можно сформулировать тот вопрос, с которым вы идете по жизни на данном этапе вашей жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Главная цель нашей медитации будет трансформация ведущего вопроса. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы трансформировать маленький ведущий вопрос в большой вопрос. В большой вопрос. И таким образом раскрыть портал, соединяющий вас с вашей собственной глубиной. Для того, чтобы эта трансформация была более эффективной, и для того, чтобы большой вопрос стал частью вас, а не остался на уровне интеллекта, мы с вами будем использовать образ вашего личного Рэба. Воспроизведите образ вашего личного Рэба в вашем воображении. И постарайтесь при этом вспомнить основные качества этого человека. Его близость к Богу, его идеализм, и его любовь ко всем творениям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А теперь я попрошу вас направить ваше внимание на внутренний мир вашего Рэба и попытаться прочувствовать его ведущий вопрос. Тот вопрос, с которым он идет по жизни. спросите себя, как звучит ведущий вопрос моего Рэба? Как может звучать тот вопрос, который делает этого человека тем, кто он есть? спрашивая себя этот мета-вопрос, очень важно иметь в виду, что вас интересует не столько ведущий вопрос того конкретного человека, которого вы выбрали в качестве личного Рэба, сколько тот вопрос, который откроет вам портал к вашей собственной глубине. если тот вопрос совпадает с вопросом вашего личного Рэба, это чудесно. Если не совпадает, это совершенно не важно. самое главное, это чтобы тот вопрос, который я в дальнейшем буду называть вопрос Геулы, резонировал с вашей собственной душой. Если на данный момент вам сложно заниматься поиском вашего личного вопроса Геулы, то на следующем этапе нашей медитации я опишу вам мой личный вопрос Геулы. и вы сможете работать с этим вопросом, пока вам не откроется ваш собственный вопрос Геулы. Если вы чувствуете, что вам нужно больше времени на поиск вопроса, вы можете приостановить видео в этом месте и продолжить, когда вы будете готовы. субтитры создавал DimaTorzok и вы будете готовы. Продолжение следует... Продолжение следует... Если нет, то я хочу предложить вам мой вопрос. Этот вопрос звучит следующим образом. Каким человеком я стал? Чаще всего я себе представляю, что спрашиваю себя этот вопрос в последний час своей жизни. Этот вопрос можно воспринимать как вопрос от шуве. Этот вопрос спрашивает, насколько я выполнил основную задачу, ради которой был спущен в этот мир. Задача, которая заключается в духовном развитии, в том, чтобы стать большим человеком. Человеком, чья воля не находится в состоянии катнута, не направлена на что-то маленькое, а направлена на большую и возвышенную цель, как, например, реализацию мессианского идеала. Человеком, для которого в центре жизни желание Бога, или же другими словами, человеком, чье желание сосредоточено на проявлении его сущности, божественной искры, которая в нем. Если вы хотите перенять этот вопрос, то просто побудьте на несколько мгновений с ним. Если же вы прежде нашли для себя ваш личный вопрос с Гиллой, просто помедитируйте некоторое время над этим вопросом. Продолжение следует... На этом этапе медитации мы с вами вернемся к образу вашего личного Рэбби. Через несколько мгновений я попрошу вас сосредоточить ваше внимание на образе Рэбби. При этом я попрошу вас, чтобы помимо визуального образа вы сосредоточились на том моменте, что то, что делает вашего Рэбби тем, кто он есть, это то, что он живет с вашим личным вопросом Гиллы. Постарайтесь полностью идентифицироваться с Рэбби, имея в виду, что в контексте нашей медитации Рэбби не посторонний человек, а образ, который является выражением вашей собственной глубины. Постарайтесь полностью идентифицироваться с вашим личным Рэбби, найти его и вопрос Гиллы, звучащий внутри него, в вашей собственной душе. В течение следующих мгновений просто разрешите вашему личному вопросу Гиллы звучать внутри вас и прислушайтесь к нему. И в следующих мгновения следует... ... ... ... Продолжение следует... Продолжение следует... Разрешите этому вопросу звучать внутри вас. Продолжение следует... Как этот вопрос переводит вас вместо геулы. Просто побудьте еще немного с этим вопросом и почувствуйте, как он помогает вам установить связь с вашей собственной глубиной. Продолжение следует... Продолжение следует...